Всем здравствуйте! В этом видео я хотела бы сделать свой отзыв о нашей работе с Давидом. Прошло вот уже целый месяц, как мы общаемся с Давидом. Иногда у нас получалось один раз в неделю, иногда получалось по два раза в неделю созваниваться и мы работали. В течение этого месяца я очень много изменений увидела во всем. Я хочу про это рассказать. Какие изменения произошли у моей Эмили. Ей уже два годика и три месяца в июне исполнилось. И после общения с Давидом вот какие изменения. В первую очередь горшок. Она стала проситься, постоянно проситься на горшок. Вообще нет проблем с этим. Она просится и никаких мокрых штанишек уже нет. Я могу спокойно с ней пойти на улицу погулять. Я знаю, что она попросится и в магазин можно пойти с ней, она попросится. В машине мы едем, она попросится, если она захочет пописать. Осталось за малым, что по ночам, на ночь мы еще ставим памперс. Ну это можно, я вижу, я теперь понимаю, что это тоже можно исправить. сон. Эмили стала лучше засыпать. По ночам, если она и просыпается, то я ей дам бутылочку молочка. Она выпьет и заснет спокойно. Раньше она крутилась, вертелась. Два-три часа не могла заснуть. Она плакала, она кричала. Утром она вставала очень рано с синяками под глазами, потому что она не выспалась, она нервничала. Мы все не выспались, мы все нервничали. Очень было тяжело с этим справиться. Я рассказала об этом Давиду и как-то потихонечку, просто я даже забыла про это, как это случилось, что стало так. Потом у нас тоже большая была проблема, что когда мы шли гулять на улицу, с нами, если мы на площадке одни находимся, то еще ничего. Она может играться, она может на качелях кататься, но если кто-то идет на площадку, все. Это мы сразу уходим. Вообще прийти на площадку, если есть там люди, дети, то так было просто невозможно. То сейчас этого нет. Мы можем спокойно прийти на площадку, там играются дети. Она еще не очень с ними контактирует, но она хоть и от них не убегает и смотрит на них. Она смотрит, что они делают. Они с ней хотят общаться, она от них не убегает. Разговаривать она не может, но она хоть на них смотрит и не бежит, как это было раньше. Просто с ума сойти можно было. Все, все бросаем и убегаем оттуда. Ничего не помогало. Вот в еде потом у нас стали такие изменения, что раньше ей вообще даже попробовать ничего невозможно было ей дать попробовать. То сейчас она потихонечку то это она может попробовать. То, то она может попробовать. Можно ее угостить этим. Она может взять. Конечно, есть настроение, когда она не хочет вообще ничего. Не то, не это и все. Не хочет и все. Мы тоже бывает, что так не хотим. И еще тоже такое изменение очень интересное. Раньше одеть что-то новенькое было на нее. Это не хочет. Она психовала. Она там падала на пол или убегала от нас. То сейчас можно примерить. Она может примерить и она стала повторять. Вот за мной она больше больше очень много чего повторяет. Она увидела, как я мою ванну. У меня губка в ванной. Я ее оставляю там на полочке. Однажды она это увидела и она начала эту губку использовать. И она моет также стены. Вот каждый день она у нас теперь и моет в ванной стены. Она моет саму ванную. Также она повторяет надеваю носочки и и она тоже одевает. Вот хочет, попытается себе одеть носочки. И, например, если я что-то ее попрошу и покажу вот пальцами, если она не знает этого, принеси мне вот это. Она приносит. Ну, если опять опять же, если есть желание. Раньше такого вообще не было. Я ничего не приносила. То сейчас она приносит. Подержи вот это, пожалуйста. Она держит это. Возьми вот это. И она это держит. Иди выбрось мусорку. Она знает. Она берет, идет, выбрасывает мусорку. Иди постучи в дверь. Иди Яну позови. Иди ему постучи в дверь. Она пойдет, стучит кулачком в дверь. Ну, в общем, такие изменения то у меня, у моей доченьки произошли. Потом хотелось бы рассказать про изменения, которые произошли еще и у меня. Я тоже стала спокойнее. Я перестала нервничать и перестали как-то мучить. душевное такое спокойствие стало. Ну, как-то, наверное, вот я вижу эти изменения. Оно становится просто веселее. Становится, что помогает очень, очень помогает. Это чудо просто происходит. И не верится, как в сказке я живу, до сих пор я не верю, что это может быть. Улучшились отношения дома, отношения между нами, мужем и мной. Мои старшие дети тоже стали более-менее спокойные, более так, подростки они такие. Ну, вот как-то находим общий язык. Хотя я вообще даже словом не обмолвилась Давиду, что бывают такие, как у всех проблемы, там, подростки, там, что-то недопонимание, там, что-то там, что-то можем повздорить. Я не говорила об этом. Но скрыть ничего, наверное, нельзя. Как-то сказал мне Давид в очередной раз, когда мы хотели работать, он говорит, будем лечить сегодня поясницу. Я говорю поясницу. А я всю ночь до этого не спала, потому что у меня болела спина, очень ныла поясница. И она работалась, находилась, и, в общем, легла спать, и никак не могла уснуть. Очень-очень ныла поясница. И на следующий день я была выходная, я созвонилась с Давидом, он мне говорит, будем лечить поясницу. У меня был шок. Я говорю, что можно скрыть от вас? Он говорит, нет, ничего, и не надо от меня открывать, я все знаю. В общем, очень хочется сказать огромное спасибо, Давид, что вы от нас не отказались, что вы помогаете от чистого сердца всем. Вы помогаете, вы раздаете свою частичку души, вы вкладываете в нас, вы нам даете воздух, вы даете просто вздохнуть вот этим легким чистым воздухом. И чувство это, которое не оставляет, что оно не оставляет, что все будет хорошо. Спасибо большое, Давид, и все хорошее.